Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать вам о своем заказе в интернет-магазине Берейшей. Это на самом деле не совсем обычный магазин тканей, а нечто большее. И в этом выпуске вы узнаете почему. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце вас ждет очень классный подарок. Во-первых, хочу рассказать о владелице магазина. Ее зовут Наталья, восхитительная, очень приятная девушка, которую хочется слушать и слушать. Советую перейти в их инстаграм, активную ссылку оставлю внизу под видео. Просто послушайте ее сториз или видео, где она рассказывает о тканях. Я на самом деле даже пересматриваю эти видео несколько раз. У Натальи просто шикарный вкус и чувство стиля. И одна из фишек этого магазина в том, что вам подберут идеальный комплект тканей для ваших будущих изделий. То есть вам легко соберут мини-капсулу из материалов. Они, кстати, могут быть совершенно разной фактуры, как в моем случае. Из этого комплекта могут получиться классные брюки из кожи из матовой в белом цвете, рубашка из твила в цвете хаки с черно-белым принтом и куртка из песочной курточной ткани. И эта комбинация будет идеально сочетаться. Вы, конечно, сможете сочетать шитые из этих тканей изделия с другими изделиями из вашего гардероба. Но вместе они будут собирать единую идеальную совершенно композицию. Конечно, в магазине можно приобрести не целый набор, а ткани, каждая отдельно, в том количестве, в котором вам это необходимо. Кстати, от 6 метров цены становятся оптовыми. Но и розничные цены очень приятные и доступные. Обязательно загляните. Но помимо этого, Наталья положила мне в заказ огромнейшее-огромнейшее количество подарков. Я столько подарков никогда не получала с заказом. Здесь и нитки, каждая в тон ткани, пуговицы и даже кусачки-сниперы для обрезки нитей. Кстати, я давно хотела попробовать именно такой вид кусачек, и я уже успела ими поработать, и они действительно очень удобны. Я когда только открыла заказ и увидела эти подарки, и фурнитуру, идеально подобранную в тон ткани, я ощутила такую заботу и любовь. На самом деле, такое отношение очень ценно и навсегда остается в сердце у покупателей. Итак, мой заказ. Я очень люблю гусиную лапку. В моем гардеробе их несколько. На полке отрез ткани с гусиной лапкой. Федепуль ждет своего часа. И вот еще один отрез с той же гусиной лапкой. Но здесь его необычно вариаться, а скорее даже сочетание с другим рисунком. Здесь и зигзаг, и что-то вроде кружочков или ромбиков, перетекающий тоже в зигзаг. Очень интересный рисунок. И, конечно, этот рисунок создается не печатью, это костюмная ткань, а переплетением нити. Такое сложное, необыкновенно красивое переплетение. И по всему полотну, интервалом, например, на 5 сантиметров вдоль и поперек, проходит очень тонкая, деликатная, еле заметная люрексовая металлизированная нить. Это костюмный твит шириной 150 сантиметров. То есть это средняя хорошая ширина и плотность этого твида почти 400 грамм на метр. Если вы будете его держать в руках, то примерно так это будет выглядеть. В разрезе это около 2 миллиметров. Твит действительно очень плотный, теплый, мягкий, приятный на ощупь. Люрексовая нить ни в коем случае не колется, не цепляется. Она немного ощутима, если провести рукой по полотну, но совершенно не вызывает никаких дискомфортных ощущений. Что касается состава. Здесь 10% шерсти и 90% полиэстера. Полиэстер сделает полотно на изделии, которое вы сошьете из этого твида, более прочным, износостойким. А шерсть сделает это изделие, например, жакет, сохраняющим тепло, согревающим и комфортным. Я взяла его для жакета. Вообще, это была ключевая ткань, на которую я обратила внимание. Мне хотелось именно ее. А Наталья мне уже индивидуально подобрала компаньонов для полного образа. Костюмный твит с металлизированной нитью серебристой. Она проходит по всей поверхности ткани. Такой тонкой линией, белый с серым цветом. Такой молочный поплин для рубашки. Искусственная кожа матовая на трикотажной основе. В цвете графит. Это могут быть брюки, рубашка и теплый жакет. Итак, можно сшить жакет. Шикарный жакет. Жакет может быть любой формы. Он может быть и структурированным, если вы его хорошенечко продублируете. Но он может быть и таким мягким блейзером, потому что пластичный, классно драпируется, очень мягкий. И при этом после сминания заломы не остаются. Поэтому изделие всегда будет выглядеть опрятно, аккуратно. И вы можете не бояться, что появятся заломы в изделии после того, как вы проведете в нем несколько часов. Также из него можно сшить жилетки. А длинные жилеты, которые классно вписываются в гардероб и комбинируются, дополняют любой образ. Можно сшить даже брюки и классную теплую юбку на осенне-зимний период. Еще можно сшить легкое пальто на позднее лето, на раннюю осень, на подкладке. Вообще, я бы даже, наверное, сшила бы из него пальто на осень. Просто добавила бы утеплителя между основным полотном и подкладкой. Например, шерстепон. Он классно согревает, сохраняет тепло, но при этом не добавляет объема изделия, потому что он достаточно тонкий. Наталья подобрала мне компаньоном к этому твиту. Поплин идеального молочного оттенка. Я не очень люблю и ношу чисто белый цвет. Мне комфортнее и больше нравится глазу. Молочный оттенок. Он и более сложный, и более интересный, чем просто белый. Это прямо идеальный молочный оттенок. Не топленое молоко, не светло-бежевый, а прямо то, что надо. Это поплин. И в составе он имеет 2% эластана. Благодаря этому немножко тянется. Остальные 98% это хлопок. Утимальная плотность 115 грамм на метр. 115 грамм на метр означает, что полотно может немного просвечивать, но не сильно. То есть очертания одежды снизу не будут ярко прослеживаться. Ну а если вы, к примеру, сошьете из этого поплина рубашку и снизу наденете белье телесных оттенков, то этого белья видно не будет. Видите, когда я его раскладываю на столе, он лежит такими пиками. То есть он не падает полностью на стол, как у палуба, например, вискозный штапель, а лежит, сохраняя при этом свою форму. Вот на это нужно обратить внимание, когда вы собираетесь шить рубашку. Если вам нужна рубашка, блуза такая мягкая, текучая, если вы, к примеру, сделаете рюши, то рюши будут немножко опадать, и они будут мягко лежать близко-близко к рубашке. Но если вам нужен эффект объема и сохранения формы, то нужно обратить внимание именно на поплин. Вот этот поплин прекрасно будет держать форму. К примеру, если вы хотите сшить рубашку, блузу, платье, неважно, например, с объемными рукавами, и рукава должны держать свою форму, то есть они не должны опадать. А если вы хотите валаны, которые будут держать свою форму и сохранять объем, если у вас еще какая-то идея в конструкции заложена именно с особыми формами, и вы хотите сохранить эти формы, то вам нужно убирать вот такие формы, держащие ткани. Хочется сказать жесткие, но они не жесткие. Вот, к примеру, этот поплин очень приятный к телу, комфортный. И третий компонент этой композиции – матовая искусственная кожа. Из этой кожи я планирую сшить юбку. Мне кажется, это просто идеальный вариант для осени, для зимы, потому что поверхность кожи будет отталкивать всю грязь и жидкость. Впервые я поняла, насколько это комфортно, когда сшила себе джогеры, брюки из эко-кожи. Кстати, видео есть на канале. Думаю, сейчас оно очень актуально в такое время года. Так вот, их можно практически не стирать. А вообще, это изделие, которое с практической точки зрения просто идеальное. Оно не загрязняется. Если где-то есть загрязнение, то вы можете протереть влажной тряпочкой или салфеткой. И все, оно снова в идеальном состоянии, вы можете его носить. Теперь пару моментов, на что нужно обратить внимание при покупке искусственной кожи или эко-кожи. Если вы планируете из такой кожи шить что-то, что будет близко располагаться к телу, например, рубашка или платье, то обязательно выбирайте тот вид кожи, у которой внутри натуральное покрытие, то есть, к примеру, хлопок. Такую кожу очень сложно найти, она бывает достаточно дорогой. На самом деле, здесь стоит подумать все равно о комфорте, потому что даже на хлопковой основе я для себя рубашку или платье из эко-кожи, из искусственной кожи не рассматриваю, потому что мне в этом не очень комфортно. А вот изделие, которое надевается поверх, например, поверх футболки, лонгслива или поверх колготок, если это юбка или брюки, то я очень даже люблю. Второй момент, на который нужно обратить внимание, это эластичность эко-кожи или искусственной кожи. Она бывает часто на трикотажной основе, и это очень удобно. Если вы шьете брюки, джогеры, особенно если это изделие с максимальным прилеганием к фигуре, то вам лучше всего выбирать кожу на трикотажной основе. То есть, кожа должна тянуться. Вам при покупке необходимо хорошенько ее растянуть. Не берите прямо в самом центре отреза, а попробуйте растянуть ее где-то с края. И можете растягивать прямо не боясь. Вот, к примеру, сейчас отрезок длиной 1 см я растянула на 5 см. Это очень большое растяжение. И в результате полотно осталось цельным в первоначальном виде, как изнутри, так и снаружи. Это очень важный момент, потому что некоторые виды растянешь буквально на 2 см, и покрытие на лицевой стороне материала лопается, а с изнаночной стороны на трикотаже появляются стрелки. То есть, материал тоже расходится. И с такой кожей вообще не стоит ничего шить, то, что вы собираетесь носить. Потому что это будет изделие на 1 раз. Оно расползется, растрескается после первого же раза, после первого движения газного давления. Вот это искусственная кожа, отличного качества. Я растянула ее из 1 см на 5 см. Это очень много, на самом деле. В жизни вам такое растяжение не потребуется. Это прямо максимальный тест-драйв. Если уж кожа выдержала такое растяжение, то, значит, в носке все будет в порядке. Вот в Бери и Шеи кожа отличного качества. Мне понравилась. Но больше всего, конечно, мне понравилась матовая поверхность и шикарный оттенок. Кстати, это графитовый цвет. В Бери и Шеи есть еще несколько очень красивых, классных оттенков. Насколько помню, крем-брюле, лавандовый, молочный, нежно-розовый. Но вы можете актуальный каталог посмотреть у них на странице. Я сошью изделие из этих материалов, создам полную капсулу и сделаю фото, опубликую в Инстаграм. Поэтому, если вам интересно, что у меня получилось, можете чуть позже посмотреть на моей странице. И теперь подарки. Первый подарок — это промо-код на скидку 10% в магазине Бери и Шеи, который будет действовать 7 дней, начиная с сегодняшнего дня, то есть с даты опубликования видео. Одна неделя у вас есть возможность получить скидку 10% на любой заказ. И второй подарок — это набор, который для вас создаст Наталья, владельца магазина Бери и Шеи. Это будет идеальный набор для пошива рубашки, материал высокого качества. К нему будут также набор ниток в цвет ткани, для того, чтобы вам хватило и для пошива на машинке, и для верлока. А еще красивые удобные ножницы. Рубашка — это универсальное изделие, которое может носить каждый. Вы можете сшить рубашку и для себя, и для детей в школу, и для мужа, и для друзей. Поэтому обязательно участвуйте в конкурсе. Желаю вам удачи. Итак, условия. В комментариях под видео напишите, что вы планируете шить этой зимой. И в этом же комментарии, то есть единым, не отдельным, напишите свой никнейм в инстаграм. Второе условие — подписаться на инстаграм магазина ткани Бери и Шеи. И третье — подписаться на мой инстаграм Беспокетру, если вы до сих пор еще не подписаны. Вот и все. Три простых условия. Результаты розыгрыша я сделаю через две недели после выхода этого видео в своем инстаграм. Поэтому не пропустите. Все ссылки и ссылки на материалы вы найдете внизу в описании к видео. Желаю вам красивой и творческой зимы. До встречи в новых видео.